Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам.ФМ. Программа Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у нас замечательная, на мой взгляд, программа. Во-первых, потому что мы обсуждаем мировую экономику. Боже мой. Жаль, что через час эфира, потому что тема бездонная. Засесть бы, так, я думаю, на недельку бы и обсуждать, обсуждать, обсуждать. Да, только чтобы иногда все-таки кофе приносили с пирожными. Да, это само собой. Дорожающий кофе с дорожающими пирожными. Силы не безграничны. Даже в обсуждении они, так сказать, заканчиваются, как известно. И это первый момент, да, любопытный и такой, я бы сказал, оптимистичный. Второй момент связан с тем, что сегодня у меня в гостях профессионал этого дела. Большой знаток. Я сейчас без улыбки говорю абсолютно. Звучит, как медвежатник этого дела. Ну, под этим делом мы уже проанонсировали, мы подразумеваем рассуждение мировой экономики. Вот. Итак, сегодня в гостях Николай Кощеев, начальник аналитического отдела департамента корпоративного бизнеса Сбербанка. Добрый вечер, Николай. Добрый. Ну что ж, сегодня действительно такой у нас, с одной стороны, узконаправленный сегмент, а с другой стороны, этот сегмент такой, что времени-то, да, времени может не хватить, разговаривая о нем. Поэтому, если можно, ну, точнее, так мы и построим программу, мы попытаемся какие-то значимые вехи из всей этой темы выделить, и о них, собственно, и порассуждать. Ехали вы в студию, настроение, ну, традиционно я задаю эти вопросы, настроение, как у вас, как дела, как жизнь? Ой, слушайте, как жизнь? Вот это как раз тема более емкая, чем глобальная экономика, потому что, как известно, человек — это целый мир, но в этом мире происходит всякое. Некоторые страсти сопоставимы, скажем так, с конфликтом между Сирией и Турцией, назревающим. Но, я имею в виду, для каждого, конечно, свои проблемы ближе, да? Ну, по драматизму, конечно, по уровню. А для кого-то боль в стакане воды. Вот, ехал, как вам, немножко рассерженном состоянии, таком, даже, я бы сказал, близком к разъяренности, да, потому что... Но это не связано с событиями мировой экономики. Нет, это не связано с событиями мировой экономики. Мировой экономики — это особенность этого года, причем это мой год, потому что год дракона, я тоже дракон, как Владимир Владимирович, собственно говоря. В этом смысле мы с ним имеем кое-что общее. И этот год для меня лично, надеюсь, не для всех драконов и не для Владимира Владимировича, в частности, связан с тем, что почему-то, по какой-то причине, это год сплошных обманов, маленьких, крупных, среднего масштаба. Вот это просто поразительно. Честное слово, у меня до сих пор не было такого периода, когда постоянно на каждом шагу сталкиваешься с неуполнением людьми своих обязательств, с несдержанными обещаниями, с словами, которые производятся впустую. Может быть, это даже символично для года с точки зрения экономики, но не хотелось бы, чтобы вот так и было. Ну, вы как аналитик, я уверен, вы анализировали и эти события в рамках своей жизни. Вот как вы считаете, в этом есть система какая-то, или это случайные вещи, хотя, как известно, любая случайность – это часть. Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, кое-что подготавливало эти события, но просто вот когда они оказываются сразу на низких фронтах, от маленьких северных до больших южных, да, то становится не по себе и думаешь, черт возьми, может, это все-таки проведение, что-то еще или карму какую-то отрабатывает, не знаю. Но мне сдается, что как-то, в общем, если в этом и есть что-то кармическое, то не думаю, что я уж виноват так сам перед собой столь тяжело. Настолько, да, чтобы меня так наказывать. Да, чтобы вот, скорее всего, преподавать вот такие вот уроки, да, малоприятные. Ну, ничего, что же делать, раз преподают, значит, это кому-нибудь нужно. Да, говорит, да, Бог наказывает тех, кого любит, поэтому... А, ну, слушайте, это вы просто бальзам на душу. Слава Богу. Ну, что ж, бальзам есть, настроение улучшилось, я уверен, у Николая, у наших слушателей. Давайте вернемся к теме нашей программы. Итак, мы говорим сегодня о мировой экономике. Последние события, я не буду сейчас их перечислять, фундаментальные события говорят о том, что мировая экономика, ну, плоха. Она так побаливает сейчас, у нее здоровье швах. Пытаются ее лечить какими-то способами, причем мне один... В средствах массовой информации, да, я прочел такую мне понравившуюся мысль, что ничего нового не придумали, кроме КУЕ. Хотя КУЕ это не такое и новое все-таки, наверное. Ну, я сейчас говорю вот о серии, да, запусков, печатных столбов. Ну, у нас Бернанке объяснил, что такое, так называемые, вот эти вот неконвенциальные, нестандартные меры, они, по его мнению, сводятся только к двум вещам, на самом деле. Все на все. Вот недавняя речь о Вандинаполисе, где он выступал перед экономистами, представителями, там, общественности всевозможные, он сказал, что необычная, да, нестандартная, неконвенциальная политика ФРС заключается всего вот в двух вещах. Первый, это попытка держать длинные ставки низкими. Ну, собственно говоря, понятно, что в такой базовой теории ФЭД управляет ближним концом кривой, а дальний конец кривой, это вот восприятие будущей экономики, восприятие инфляции. И второе, это то, что они впервые по наущению, кстати говоря, может быть, просто так у них совпали мысли, с одним малоизвестным исследователем, американским фамилией, которую даже боюсь сейчас назвать, потому что забыл просто-напросто, они начали объявлять заранее свои долгосрочные денежные политики. То есть это своего рода такие словесные интервенции. Они уверяют бизнес в том, что ставки останутся низкими на очень длительное время и не обставляют это вот своими обычными, если инфляция и так далее, и бла-бла-бла. Хотя логично было бы, да? Нет, но это их обычная политика, когда они говорят, что наше решение будет зависеть от вот таких-то обстоятельств, вот то-то, то-то и будет, когда, значит, что-то вот произойдет не такое, причем все подразумевают, что, например, инфляция 2,5%, да? Вот так называемая база инфляции, к которой они ориентируются, сами вычислили эту величину на рынке, да, и вот утверждают, что ФРС вот именно эту величину, хотя прямо они о ней не говорили вроде бы особо. Вот, и теперь они не обуславливают это ничем, они просто констатируют, что экономика находится в очень хрупком состоянии, говорят, мы будем держать вот до 2015 года, условно говоря. Да неусловно, просто безусловно. Да просто безусловно. Безусловно, да. Вот, собственно, две вещи, о которых они ведут речь. На самом деле они, в общем, довольно изобретательные, потому что, ну, КУЕ, которое можно назвать, там, не знаю, 2,5, это продолжение операции Твист, только перенос ее теперь на ипотечные бумаги, это то, чем мне занялись, что увеличивает объем покупок этих бумаг с 45 до 80 с чем-то миллиардов долларов в месяц, очень довольно серьезное увеличение. Но оно придумано, конечно, ими разработана такая схема, причем эта схема вызывает у меня некоторое удивление, потому что, на самом деле, она не подразумевает печать зеленых фантиков, как у нас любят выражаться люди, не вникающие глубоко в процесс. Она связана с тем, что пассивы ФРС разрастаются за счет того, что они увеличивают резервы банков, которые те хранят на, соответственно, ФРС, да, то есть они, как бы, получается, одной рукой изымают деньги до известной степени из экономики, ну, правда, надо сказать, что там избыточных ликвидных резервов достаточно много, да, наличности достаточно много уже, они предприняли в этом смысле и прямую эмиссию, вот, а другой рукой берут вот эти бумаги с рынка за этот счет, тем самым просто действительно давя ставки вниз без увеличения денежной базы. Значит, господин Драги, который в Европе, как его называют, голдмонит, да, потому что он связан в прошлом с Голдман Саксом, таким вот громким весьма именем на рынке, действует тоже достаточно изобретательно, но при этом он по-европейски такой, знаете, куртуазный, да, товарищ, он так немножко вот эти интрижки двора политического, большого двора европейского он соблюдает, потому что, с одной стороны, он ясно дал такую мощную словесную интервенцию, что да, мы будем вот покупать бумаги, что не характерно для нас совершенно, тут же добавил, что ничего страшного, там, большого наращивания денежной массы, навеса вот этого избыточной ликвидности не будет, потому что мы будем ее стерилизовать, не сказав, как именно, скорее всего, за счет депозитов ЕЦБ, как обычно. Но, с другой стороны, сказал, что это будет обусловлено некими политическими вещами, а именно, что будет оказано давление на вот эти вот несчастные страны периферии, с тем, чтобы они непременно выполняли вот эту жуткую немецкую, естественно, программу, прежде всего, немецкую программу жесткой экономии. И сейчас весь мир треснул и раскололся по уже окончательно, хотя такие ворчливые там подспудные споры шли давно, сейчас вот достаточно громко уже начинают кричать разные люди, сторонники Кругмана, Кенсианства, считается, что они на всех командных сейчас постах, да, то есть тут и сам Кругман, и Бернанке туда же записывают, и Обаму туда же записывают, и республиканцев для кучи, да, кроме Рона Пола, небезызвестного такого, который считают маргинальным политиком, потому что он такой консерватор-популист, пожалуй, можно было так сказать, как ни странно. А с другой стороны, просто ряд неких экономистов, в частности, пресловутая австрийская школа, которая, впрочем, очень активно по кризису текущему не выражалась, по крайней мере, не слышно вот таких громких заявлений со стороны, но и куча разных других ребят, которые говорят, что вот Кенсианство, безудержное стимулирование экономики, это плохая вещь, приводит к этому массу аргументов, в то время как противоположный лагерь и сейчас, наоборот, хвастливо заявляет о том, что на самом деле они правы. Вот, не правы, кстати, немцы, которые скорее тяготеют к второму лагерю, потому что они навязывают, сначала балансировка бюджета, потом сильная экономика. Бернанке говорит, нет, ребята, правда, немножко по другому поводу. Когда Бернанке спросили, а что же ваши ставки, которые ведут к отрицательному, в реальном выражении ставкам на рынков, как они дестимулируют сбережения, и которые нужны, как воздуху Соединенным Штатам, которые падали там очень низко в свое время, и теперь там немножко приподнялись в этих сложных ситуациях. На что Бернанке сказал, ну, понимаете, действительно хорошая доходность, стабильная, может быть, только в сильной экономике, а чтобы экономика стала сильной, временно надо, значит, пойти на дестимуляцию сбережений. Ну, скромно умолчав, что на самом деле сбережения дестимулируются на протяжении уже очень длительного времени, потому что у нас кредитная модель расширения экономики, и, в общем-то, вот противоположный лагерь, которому пока особо нечем похвастаться, кроме громких заявлений о том, что там creative destruction, да, то есть креативное созидательное разрушение этих банков безобразных, которых сейчас поддерживают деньгами, необходимая вещь для коррекции мировой экономики. И больше что они еще могут сказать, да, видно, что Европа впадает, особенно периферия, в мощные рецессии, в том числе из-за меры вот этого жесткой экономики, из-за стремления сбалансировать бюджет сначала, экономику как-то там, вроде как автоматически... — Ники-жапнутый круг, получается, да? — Ну, и вот такой вот диспут, вот, я думаю, что он имеет во многом, на самом деле, очень важный характер, потому что действительно много лет кинсианствует, вот то, что исповедовали, исповедовал почти весь истреблишмент на Западе на протяжении, вот, собственно, с конца Великой Депрессии, да, вот теперь снова поднимаются протесты с такой пестрой публики, частично маргинальной, которая говорит о том, что нет, это несправедливая штука, да, она нарушает базовый закон, вспоминает даже золотой стандарт, который неплохо бы ввести... — Да-да-да, был разговор об этом уже. — Вот, но какой-то вот цельной модели будущей экономики, наверное, вот пока она совершенно ретроградная, она исходит только от того лагеря к туркинсианске. То есть давайте сейчас восстановим экономику до такой степени с помощью вот этих безумных огромных стимулов, чтобы она могла вырасти из долга. Они даже не говорят о том, что, на самом деле, долг настолько большой, что непонятно, как именно из него вырастать, сколько времени это займет. Вот, господа из МВФ только что заявили, что этот кризис займет десятилетие. Вот, до этого Бриджвотер, крупнейший хедж-фонд, выпустил ресерч, который изучал финансовые кризисы по всему миру на протяжении полутора столетий, по-моему, они захватили их, из которых они заключили, что обычно такие кризисы действительно продолжаются очень долго, плохо экономика реагирует на стимулирующие миры в течение их, но они в этом смысле более оптимистичны, они говорят, вот, примерно 15-16 год, это вот период, когда такой вот... Ну, то есть, все-таки, будет цифру называть. Да. Николай, я прошу прощения, мы сейчас послушаем новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы разговариваем о ситуации в мировой экономике. В гостях у меня Николай Кощеев, начальник аналитического отдела департамента корпоративного бизнеса Сбербанка. Ну, что ж, послушав новости, собственно, мы прервались на интересных рассуждениях Николая по поводу кенсианства, насколько вообще она, эта модель, да? Я так понимаю, да, вот из ваших слов я так понял, что она, кенсианство, это некая модель все-таки, да? Ну, в известном смысле, да, на самом деле, в принципе... Рабочая, я прошу прощения, рабочая модель. Да, это так, который работает сегодня. Но вы знаете, в Европе сейчас удивительная в этом смысле ситуация, потому что, с одной стороны, антикиенсианская идея о мерах жесткой экономии проводится немцами в жизнь, да, которые защищают консервативный, так сказать, взгляд на экономику, и одновременно с тем Драги и вот эта вот тройка, которая состоит из евробюрократов и МВФ, да, которая настаивает как раз на кенсианстве. Вот, но поскольку Драги у нас орудует не безвоздушным пространством, вот он и делает те самые оговорки, которые, естественно, там направлены реверансом, являются реверансами немцев. Такой дипломатом. Немцем, да. И вот я думаю, что уж лучше что-то одно, да, либо отрезать палец целиком, либо резать его как сосиску там постепенно, да, по кусочкам. Вот Европа режет по кусочкам как раз. Уж лучше, наверное, выбрать какое-то одно направление, там, я не знаю, вот этот креатив дистракшн разрушить к чертям эти долговые кучи огромные накопившиеся. Но последствия, я думаю, конечно, краткосрочные будут от этого совершенно замечательны, в кавычках. Потому что банковская система громадная там, с активами, которые в три раза превышают ВВП еврозоны. И при этом около 20% у многих банков это рискованные активы, которые, торгуемые бумаги, вот такие вот, всякого рода вещи. Причем сейчас Базель там очень раздражен, потому что у европейских банков, у них есть же все-таки национальное законодательство, да. То есть, скажем, кредит Свиссон располагает все-таки в Швейцарии, и БНП Париба во Франции, и Креди Агриколь во Франции, и Дойчий Банк, понятно где. И там национальные законодательства, они не полностью унифицированы, они, оказывается, позволяют этим банкам немножко побаловаться капиталом, да. То есть, Базель-3 выдвигает свои требования, а для этого надо вот, как бы, взвешивать по рискам, надо распределять активы по рискам. И там государственные бумаги, они стараются все-таки выдавить в сторону нерискованных бумаг, да, хотя понятно, что в текущей ситуации это сомнительное дело. В той же Франции, которая сейчас идет с очень маленьким спредом, там, по-моему, 70 БП, порядка меньше 100 БП, к базовых пунктов, к немецким бумагам, эталонным, бенчмарковым, долг к ВВП 91%. Колоссальный бюджет по объему государства, там, занимает в экономике более 50% ВВП, и вот это вот господин Франсуалан хочет там исправить за счет повышения налогов известных. То есть, на самом деле, это не очень хорошая ситуация, опять же, с точки зрения кинсианства, не пойми, что, вот это вот мешанина между кинсианством и классикой. Но предложение Оландо, оно в какой-то степени популистское наверняка, да, как это воспринимается? Да, это будет, чтобы оно оказалось действительно либо совсем популистским, либо в малой степени популистским, потому что, боюсь, что в лице Оландо мы видим очередную вот эту вот смесь, это мезе европейская, да, когда не вам, не нам, а хвост отрезаем или палец, там, пораженный гандрин, отрезаем по кусочкам. По крайней мере, до сих пор все действия европейцев выглядят ими таким образом. От этого уж тормит, бывает. Я понял. Хорошо. Значит, тогда давайте поговорим о том, насколько, насколько, сейчас я сформулирую вопрос этот, да, насколько ожидаемо вообще, вот, в ближайшей перспективе, что мировая экономика поднимется, ну, или, там, каким-то образом справится с этими проблемами, которые сейчас вокруг нее? Ну, вы знаете, все-таки эти годы не прошли даром, кое-какие изменения есть, изменения фундаментальные в том числе, в частности, некоторое сокращение дефицитов внешнеторговых, счетов текущих операций более широко. У США на пике их счет текущих операций имел дефицит, что-то порядка, если не изменить, 1,6% мирового ВВП, сейчас сократился вдвое, да, у китайцев, наоборот, сократился профицит. Но работа проделана, то есть, наверное, где-то в среднем наполовину, может быть, по смене вот этих вот дисбалансов на что-то более приемлемое. И не видно, в общем, чтобы в ближайшее время были резервы для того, чтобы дисбалансы были исправлены дальше, да. Может быть, какой-то рост стоимости жилья в Штатах, да, что для них довольно важно, продолжится, да. Но на самом деле там не будем углубляться в эту тему, но тоже есть предпосыл к тому, что далеко этот процесс не зайдет, а там одна треть пройдена пути от, до кризисных времен. То же самое может относиться, пожалуй, как ни странно, к ценам акций. Акции — это где-то 30% сбережения домохозяйств примерно, чуть больше, да, около трети, на самом деле, сбережения домохозяйств США, поэтому, конечно, колоссальное значение, это больше всех в развитом мире, так называемом. В Японии там вообще копейки и слезы, если мне не изменяет память, еврозоне, это порядка 15-17, что-то такое, процентов максимум было. Вот в Штатах около трети было еще больше, было где-то 35-36%, если мне память не изменяет, до кризиса. Вот, и поэтому они очень сильно старались, чтобы восстановить вот эту составляющую сбережений, хаузинг, да, все, что связано с ипотекой, с недвижимостью, точнее говоря, все это лежало, да, очень долго и на дне, на самом. Вот, а с акциями они поработали от души, это то, что называется. Но при этом, если мы посмотрим, скажем, технически, мы увидим, что СНП очень сильного сопротивления находится. Да, причем он стоит там и как-то не понимает, что делать. Конечно, тяжело, потому что это очень сильное сопротивление, многолетнее, мощное, оно фундаментально обосновано. Уже многие заявляют о том, их эксперты, что СНП 500 переоценен на 30-50% на данный момент против текущей ситуации. Начинается снижение и прогнозов, а затем и корпоративных прибыли, по крайней мере, темпы роста затормодились заметно, что было важным драйвером и оправданием фундаментальным, несмотря на неприятное состояние экономики в целом, в общем, толкается цены акций вперед. То есть ситуация здесь тоже неоднозначная в этом плане. Что касается делевериджа, я думаю, что он, конечно, если посмотреть, что значит, я думаю, если посмотреть на графики, то можно увидеть, что в некоторых видах долго он приостановлен усилиями ФРС, колоссальными, но он приостановлен то, что называется некачественным, если можно так выразиться. То есть говорят о том, что колоссальный перекос в сторону Students Loans, в сторону вот этих кредитов на образование, которые буквально впихивают, там, как когда-то с Апрайем. Есть определенный перекос в стимулировании автомобильной отрасли. И, кстати, если там посмотреть по продажам транспортных средств в США, совсем недавно хорошие цифры вышли, но они немножко разнятся, потому что легковых автомобилей, восстановление числа продаж легковых автомобилей опережает, скажем, коммерческий транспорт в этом смысле. То есть автомобили можно впихивать с помощью льгот от производителей, с помощью государства, с помощью спонсирования кредитов, как угодно. Вот коммерческий транспорт все-таки зависит от спроса более фундаментально. И вот таких противоречий целая куча, на самом деле. Но при этом мне представляется, что должно произойти что-то жуткое в Европе, скорее всего, потому что больше негде. Ну или самые актуальные даже. Но при таком, как сейчас, уровне монетизации мировой экономики, обвал типа Лимон Бразерс и приготовленности американцев буквально по всему миру, кроме Китая, который сам себе на уме, но как бы и бог с ним, все равно он не настолько сейчас большой, важный, но не настолько большой в мировом отношении, чтобы там что-то, значит, вот так обваливало, как Лимон Бразерс когда-то. Просто я не думаю, что вот что-то подобное случится. Я прошу прощения, Николай, варианты Лимон Бразерс, ну, аналогичные Лимон Бразерс, они возможны? Или все-таки федерализируют? Ну, как раз я об этом и говорю, что при такой насыщенности вот кислородом, да, денежным, что при том опыте, который, несомненно, извлекли господа ФРС, там мы видим господин Драги тоже из всего этого, я не думаю, что такие обвальные явления невозможны. Разве что Европа, впрочем, есть один момент, который действительно пугает. Сепаратизм в Испании. Когда у вас безработица общая 25%, да, относительно, конечно, четвертая безработка. И молодежь, да, практически непрекаянная. 50% среди молодежи, да, еще, в общем-то, горячей молодежи, поскольку она... Вот тоже, да, ментально здесь изменяет значение все-таки. Да, а Каталония начинает проявлять признаки сепаратизма, потому что 20% ВВП Испании это ого-го, а рядом сидит страна басков, которая наслаждается всеми благами, да, и возможными суверенитета, такую квазисуверенитет, и плюс Навара, которая тоже получила что-то там такое. То это, конечно, взрывчатая смесь не очень приятная. Знаете, хочу немножко в этой смысле поделиться своими впечатлениями о Греции, которая я только что ездил спасать, да, в пожарном плане. В деревенской таверне мне напечатали счет, который был продублирован в Драхмах под Евро. В своем блоге, кстати, фотографию его разместил. То, что сфотографировал, сам человек выбросил, а то бы сейчас и вам показал, ну, или потерял, точнее говоря. Вот фотография у меня осталась. В телефоне. Я задал вопрос, ну, это не хозяин был, это какой-то. Ну, не вам официант кассеты. Да, я говорю, что в Драхмах-то? Я говорю, а может вернется, кто знает. Говоря с простыми греками, в принципе, что я услышал? Услышал такую усталость, все-таки 6 лет рецессии, как-никак. Такая усталость у них звучала, говорят, если бы у нас была Драхма, ну, все было неплохо. Все было, да. Я говорю, ну, а в чем дело, почему тогда говорят, что у вас 80% по опросам граждан выступает за Евро? Зона, да, эти опросы. Вот. Хорошо, а вот Сириза, которая, значит, уже ее не выбрали в конечном итоге, то есть, но она пришла на втором месте. Много это политики. Они говорят одно, когда приходят к власти, они забывают. Чувствовать апатия буквально в каждом слове, да. И я говорю, хорошо, ну вот, что же, Евро, это совсем плохо. Ну, как, там говорят, набрали кредитов. А кто набрал кредит? Кто в парламенте сидит, тот их и набрал. Но буквально на следующий день, после того, как я уехал, на синтагме опять начались неприятности. В общем, я думаю, что, возможно, греки, они очень терпеливые. Я даже подозреваю, что они весьма терпеливые. То есть, побузят, побузят, выпустят вот эту вот свою отрицательную энергию, да, успокоятся. Но у них есть то преимущество перед испанцами, что это унитарное государство, что у них там нет вот этих территориальных образований, нет народности. Они все-таки достаточно равномерно. То есть, им иногда попроще в этом смысле. Да, им попроще. А вот Испания, это, конечно, да. И вы знаете, вообще, вот я сейчас, если можно здесь немножко такой самореклама, да. Ну, во-первых, в своем блоге я написал об этом немножко, и сейчас написал статью в Сибонс Ревью Журнал о том, что я вижу некоторые парадоксальные параллели с Советским Союзом, между нынешним ЕС и Советским Союзом, Советским Союзом как империей наоборот, да. Потому что, ну, там показываю на нескольких цифрах времен советской власти в СССР, что, разумеется, Российская Федерация спонсировала значительную часть республик Советского Союза. Это правда абсолютно. Вот. И империя наоборот существует, пока есть вот это спонсорство, да. Когда это спонсорство прекращается, и одновременно, естественно, это понятно, ослабевает силы центра, его возможности осуществлять насилие, империя распадается, по совершенно понятной причине. А прекращается по какой причине? Ну, это может быть экономическое ослабление, как в случае Советского Союза. Я опять же рекомендую тут, если людям не скучно, можно почитать вот этого австрийца знаменитого из австрийской школы Мизоса, его научные труды о социализме, о невозможности при социализме быть хоть в какой-то степени конкурентоспособным. Ну, то есть экономическая модель так выстраиваются? Это научно обусловлено. Ну, политики вообще не касается, речь идет чисто об экономике. Вот. Что касается, смотрите, что происходит в Европе, да. В Европе бюрократы, которые управляют общими европейскими органами, Евросоюзом, Еврогруппой, в принципе, они, ну, естественно, все левые, да. Исторически так получилось. Хотя там многие левые еще и на местах сидят. Ну, как бы, такие наиболее вопиющие представители вот такого вот распыленного для империи, наоборот, класса, который является бенефициаром главного вот этого существования империи. Они требуют от того, чтобы немцы стали вот такой вот метрополией, наоборот. Чтобы они спонсировали периферию, которая себя не очень хорошо чувствует, да. И угроза сепаратизма, видите, она возникает сразу же, как только немцы отказываются от такой роли. Ну, а тут ситуация морально сложная, потому что немцы вместе с французами складывали эту империю когда-то. Они получили рынки сбыта, которые не зависят от колебаний валютных курсов. Раньше немцы могли совершенно не заботиться ни о чем. Они сбывали в ту же Грецию, в ту же Испанию свою продукцию, не заботясь о разнице валютного курса. Сейчас они сидят на китайском рынке, который тоже тормозит активно. Но именно поэтому они себя чувствуют лучше, скажем, чем их многие европейские собратья. И теперь от них еще требуют, чтобы они стали вот этой империей, наоборот, начали спонсировать окраины. А окраины бунтуют, потому что они против того, чтобы ухудшался их уровень жизни. Вот это моральное, мы сделали эту империю, и мы же ее вроде как губим сейчас. Ну, вот видите, тут очень такой клубок европейских проблем. Это ужасная вещь абсолютно. Очень сложно распутать. Ну, вот, тем не менее, очень интересно вы рассказываете о позиции немцев. С одной стороны, понятно, их мотивация, почему они хотят сохранить еврозону, ну, хотя бы в каком-то виде. Потому что это их проект, да, это их экономическая, практически, жизнь, это их жизнь. А с другой стороны, возникает вот эта проблема, когда они вынуждены в этой ситуации для того, чтобы... Расплачиваться за это, да. И не очень хотят расплачиваться за это. Ну, это безусловно. Вот интересно, что здесь может перетянуть, да, какая сторона весов. Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, на сегодня кинсиансы намного сильнее. Драги, в принципе, еще раз говорю, с оговорками, потому что он все-таки существует в том мире, он кинсианец. Когда европейцы свои споры доводят до абсурда, вмешивается там Обама или кто-то там еще, да, потому что понятно, что хотя и США вроде как формально, они не очень большой экспожер, да, вот риски европейские имеют у себя, но совершенно очевидно, что каналы передачи этого кризиса будут более чем достаточно. Они вмешиваются, они требуют решительных действий. Эти действия обычно в кинсианском направлении. При этом европейцы все равно свою линию получается гнут, потому что Греции, мы, похоже, вернемся скоро третий раз. И уже третий раз, я не знаю, ну, что можно сделать третий раз, да. Можно выгнать ее, наконец, из зоны евро. Или опять ей дать, как МВФ требует реструктуризировать ее долги еще раз, потому что, смотрите, ее долг ВВП опять 150 процентов. Да, у него просто увеличилась дюрация, уменьшилась стоимость обслуживания, но он как был, там 160 примерно, так примерно и остался на этом уровне процентов ВВП. Либо опять выделять ей там сотенку, там, может быть, чуть поменьше, миллиардов евро в очередной раз с неизвестным результатом. Естественно, что это новый повод для раздоров в Европе. Я боюсь, что, в общем, у них есть вся возможность у нас подвешивать на крючок просто регулярно, периодически и так далее. Ну, это бесконечно не может продолжаться. Ну, действительно, третий раз одно и то же. Ну, с Греции еще, ладно, от Греции могут избавиться, но я еще раз говорю, что существует опасность в лице Испании, да. А за Испанией, скорее всего, Италия с Францией уж просто стоят там, то, топчут копытами, переступают в том же самом стойле. Вот, поэтому, к сожалению, Европа вещь, для которой вот такая инкапсулированный кризис такой, да, который вот очень сложно себе представить, как на сегодня решить, да. Может быть, стоит там, я не знаю, разрубить городе Фузел и ввести общий европейский бэтбэнк, который будет заведомо проигрышным, да, для всех бюджетов понести какие-то расходы, но скупить там кучу этих плохих долгов там, где это нужно. Конечно, захотят ли немцы это делать, потому что, естественно, что в значительной степени будут спонсироваться либо за счет эмиссии, которые они не приемлют, да, до сих пор, либо за счет, прежде всего, их бюджета, северного бюджета, что они не приемлют еще в большей степени. Но, в общем, веселье продолжается. Веселье продолжается, да. Кстати, вот ваш рассказ о поездке в Грецию и этот чек с драхмами, это частный случай, это инициатива владельца кафе? Абсолютно, да, конечно. Но я так понимаю, что это, знаете, это мечты-мечты, да, вышел Финкин, чтобы они были счастливы вернуть эту драхму свое реально, потому что, ну, понятно, что евро прижимает их. И, знаете, не только евро, это удивительная вещь, они сами говорят о том, что количество сельскохозяйственных товаров в магазинах греческих, их собственного производства, становится все меньше. Правда, вы можете с удивлением обнаружить, что, например, какие-то изделия из томатов, там, вот эти там приправы и так далее, итальянского производства. До смешного, да? Ну, совсем смешно, это очень малое количество оливков. Вот, оливкового масла, да, то есть это... Они сами заявляют, вот масло, которое у нас, оно не оливковое, да, и вы можете купить его в сувенирных лавках, там, в Дьюти Фри, кто бывал в Афинах, знает, что там продается оливковое масло, действительно, греческое, по крайней мере, написано, что греческое. Вот, и такое впечатление, что они не экспортируют какие-то вещи, которые напрашиваются, ну, не знаю, там, греческое вино, там, оно особенное. Возможно, что это связано с трениями, не трениями, а требованиями, да, ЕС, которые вот кривизну огурцов меряет и так далее. Анекдотический случай не только в устах госпожи Латыниной, да, потому что впервые от нее услышал, а потом я прочитал то, что называется, первоисточник на английском языке, вот, директива ЕС о том, о стандартах на плодовочную продукцию, в том числе на огурце, это реальный документ абсолютно. Да, нелегко им, очевидно, и тем, да, чем дольше такая ситуация будет длиться, тем сложнее будет, конечно, бедным, бедным грекам. Ну, вы знаете, у меня такое чувство, что, поскольку основной риск для банковской системы греческий, он все-таки уведен, худо-бедно, да, вот, там, правда, риск, у банков, которые внутри Греции, потому что есть эта великолепная схема, когда им не выделяют очередной транш, задействуется так называемый LA, да, Emerging Liquidity Assistance, это, по существу, разрешенная ЕЦБ, такая локальная эмиссия евро, да, на региональном уровне. Банкам дается вот это вот деньги из Центрального банка Греции, который существует, естественно, да, до сих пор, как только он подчиняться должен ЕЦБ. Ему дается санкция, он на 5 миллиардов евро фактически имитирует деньги, может быть, занимает их у ЕЦБ в лучшем случае, ну, возможно, разные источники, про злые языки говорят об эмиссии, да, и передает местным банкам, местные банки на эти деньги покупают государственные бумаги, все очень просто. Да. Ну, а что делать? Хочешь жить, умеет вертеться. Вот, вот, я тоже подумал, что многообразие различных схем, да, и появляются именно в такие сложные периоды. Просто непонятно, как после этого можно там продолжать раздавать рекомендации МВФ о том, чтобы не спонсировали там региональную экономику, но МВФ что-то в последнее время вот со времен онных не особо раздает такие рекомендации. Дело каждого, но просто возможный белорусский вариант, в конце концов, да, когда, в общем, только вмешательство России спасло от глубочайшей девальвации и многолетней гиперинфляции в страну, которая вот так вот напрямую, так сказать, там, бюджетно. Причем вот о недавнем случае, да, о недавнем случае, ну, там, несколько лет, то, что несколько лет назад. Да, 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 о недавнем случае, об этом речь. Я понял. Хорошо, спасибо. Значит, еще один, на мой взгляд, интересный вопрос. Хотелось бы вам задать, Николай, упомянули мы Китай, ну, так вы, я бы сказал, скромно в его адрес посмотрели, хотя при известных, да, его позициях, важных в мировой экономике, ну, на третье место его поставить, наверное, по значимости, я не говорю, там, по уровню ВВП или там, по росту. Ну, да, это абсолютно третье место, то есть, если это комбинированные ВВП и еврозоны, кажется, у них объем ВВП превышает. Штаты превышает, он, да, и делается. Там немножечко, да, но превышает. Третье место, это Китай, просто ему некого взять с собой, да, чтобы увеличить свое ВВП еще за счет такого союза какого-то регионального. Ну, так вот, давайте посмотрим туда, в Азию в целом, может быть, Китай все-таки конкретно, правда ли, что во многом, ну, наверное, в кратко, в средней строчной перспективе, развитие миновой экономики будет связано с развитием Китая. Я говорю, прежде всего, да, вот, об общих каких-то вещах и, в частности, о рынке сырья, ценах на сырье, на нефть и так далее. Ну, вы знаете, смотрите, значит, Китай с точки зрения возможности экстенсивного развития, это как укладывание брусчатки на мостовой, да, можно ее положить, по ней никто не будет ездить, но все равно через год ее заменить на новую. Да. То, что происходит сейчас, да? Китай по-прежнему имеет колоссальное количество трущоб времен Мао, времен социализма. Если кто там побывает, он увидит, насколько они ужасны внешне, это что-то совершенно потрясающее, вот такими кусочками, вокруг которых там сооружается нечто из бетона и стекла. К сожалению, Китай — это та вещь, которую очень сложно оценить как изнутри, так и тем более снаружи, потому что нет достоверной статистики. Естественно, статистика, как при любом вот таком вот вертикальном устройстве, да, жестком, как в Китае, приукрашивается региональное, но такое поверхностное впечатление, когда просто движешься по Китаю, или летишь над ним, впечатление такое, что, конечно, это такая гигантская воронка, которая будет всасывать еще колоссальное количество ресурсов и так дальше. На самом деле я осторожно отношусь к этому вопросу. Экономика в мире все же другая, да? Китай быстро наедается. Цены в том же Шанхае, они абсолютно сопоставимы с московскими на бытовом уровне, а кое-где и повыше, пожалуй. Китай очень быстро наедается и, в конце концов, превратит, как бесконечный рост цен на квартиры в России, да, в конце концов, платежный спрос в какой-то момент прекращается, несмотря на стоимость нефти за 100 долларов с лишним. То же самое с Китаем, скорее всего. Похоже, что они переходят к следующей фазе развития экономики своей, когда нужно будет интенсифицировать экономику, основываться на инновации, это не очень самая сильная, это не самая сильная сторона Китая на сегодня, конечно, абсолютный лидер здесь, естественно, США. Радует в этом смысле, пожалуй, только Южная Корея на сегодня, в известном смысле Япония находится в таком творческом тупике, насколько я понимаю, в этом отношении. Но, с другой стороны, многие японские компании стали мультинациональными по-настоящему. Китайским, видимо, тоже пора становиться мультинациональными, более технологичными. И важную роль в смысле сырья, конечно, играют технологии новые. То, что они набирали столько меди, это безумие абсолютно. Это просто бум, как китайские компании, как они когда-то во времена МАО истребили воробьев, чтобы те не клевали рис, да? А они вместо воробьи одновременно пистай клевать вредителей, и гербицидов не было. Это урожай риса, христианская история. Точно так же по накоплению нефти, которые говорят, что это фу нефти, я хотел сказать, меди, естественно, оговорка по Фрейду, да? Что вот эти вот штабеля меди в портах под открытым небом продавливали бетонные основания, на которых они лежали без движения длительное время. Китайская компания. Ну, медь, опять же, кто был в Китае, знает, насколько это популярный там... История. Популярный материал, в принципе, и для поделок, и для чего угодно. Они обожают медь, она очень легко обрабатывается, можно там делать всякую ерунду из нее в огромном количестве. Медь на каждом шагу буквально, правда так? Вот. То есть, видимо, у них такой фетишизм немножечко насчет меди. Да, похоже. Николай, я прошу прощения, давайте сейчас новости послушаем. Да, давайте послушаем. А потом продолжим. Может, услышим что-то новое. Ну, там, знаете, если вот заканчивать эту тему китайскую, все-таки надо сказать, что там есть определенные для нас неприятные моменты. Они уже длительное время активно инвестируют пока в копирование технологий по добыче сланцевого газа. В отличие от США, конечно, экологические соображения их точно не будут тормозить. Возможности вообще остановить китайцев на выбранном им направлении нулевые, если не минусовые. То есть, они будут добиваться любыми средствами. Наверняка, когда начнут разрабатывать этот газ по-серьезному, это должно уже к 2020 году произойти, по-моему, по их планам. Они будут его выкачивать в безумных количествах, совершенно чинно, так же, как митя и накапливали. Они будут его качать так, что не будут знать, куда его девать. Рядом Япония, которая добыла первый объем сланцевой нефти. Только что относительно небольшой, но лиха беда начала указывает направление развития. Поэтому, к сожалению, и опять же, календарный фактор, так сказать, да, цикл, примерно, если считать с 2000 года цикл роста цен на нефть, если верить Голдман Саксу, да, опять же, в данном случае, то 11-12-летний цикл роста цен мы практически прошли. Теперь инвестиции, которые были сделаны в этот цикл, вот-вот должны начать давать отдачу, да. Это что? Это глубоководное бурение. Это сланцы, которые американцы когда-то очень давно закопали в пользу Саудовской Аравии, приняв решение. Теперь опять их возвращают. Это Канада с ее более активными направлениями в этой области. Это сжиженный газ, это много чего. Это новый топливный цикл, который имеет очень большое значение для Штатов с макроэкономической точки зрения. Имеет колоссальное значение для Китая с макроэкономической точки зрения. Ну и, конечно, перепроизводство в Китае. 50% мирового производства цемента в этой стране, это не ерунда, да. Эти пустые города, смотрите, сколько они уже избыточного жилья настроили. Даже если начнется там 100-миллионное переселение дальнейшее из деревни, хотя не знаю, произойдет ли оно, потому что, в принципе, большое сельское хозяйство для Китая по-прежнему необходимо. Не менее, чем когда-либо то ни было, да. Резкого роста производительницы труда, я так понимаю, в сельском хозяйстве пока там нет. Если начнется это колоссальное переселение, то, пожалуйста, вот у вас уже готовые города, которые не надо строить, они уже построены к тому, чтобы принять этих людей. Поэтому я думаю, что здесь надо с большой осторожностью подходить к тому, что будет происходить в Китае. Очередно экономический рост будет замедляться. Замедляться спрос на сырье в значительной степени удовлетворен уже загодя. И большие объемы строительства проведены загодя. То есть говорить о том, что они будут таким же бешеными темпами строить дома, то есть тратить сталь, тратить цемент на это дело, ну, цемент это их собственное производство, нас не должно интересовать. Тратить сталь вряд ли. Вряд ли это будет прежними темпами идти. Ну и что здесь сказать? Выравниваем баланс мировых, вот оно. Больше импортировать Китаю, меньше импортировать Штатам. Это то, что нужно для оздоровления в конечном итоге всей глобальной экономики. Как бы нам неприятно это было. То есть в этом случае замедление Китая, которое очевидно все-таки, да, оно в конечном итоге будет таким лекарством, что ли, да? Да, по идее, да, конечно. С одной стороны, это лекарство. Насколько оно действительно продлится, опять бешеный всплеск печати денег повсеместно, да, и в Китае в том числе. Но они искусственно разгонят еще раз ту же самую нефть, там до 130, не знаю, там 150 долларов за баррель, не способны разогнать, но тогда тем сильнее будет торможение после этого. Тем более, смотрите, Китай даже после стимулов около 700 миллиардов, если не понять, не изменяет долларов, это были госстимулы. Сколько он остановиться не может. Да, ему приходилось так уж нажимать на тормоза, чтобы вот эту инертную колоссальную систему, потому что плохо управляемая, теневая банковская система, там колоссальная, финансовая вернее. Сколько нужно было жать на тормоза, чтобы это приостановить. Я думаю, что они будут просто значительно осторожнее дальше. Да и уже нет такой необходимости гнать вперед, потому что мне кажется, да, что вот это вот исследование сельского хозяйства в Китае, это имеет вообще колоссальное значение для мировой экономики. Посмотреть, насколько они могут высвободить еще рабочие силы из сельской местности. Это более чем серьезный вопрос. В связи с этим еще один вопрос, Николай. Смотрите. Ну, вы сегодня упоминали многократно программы количественных смягчений, ну, если опять упрощать очень сильно, да, это дополнительные эмиссии денег, хотя многие, так сказать, стерилизуют, да, каким-то образом сокращают денежную массу. Ну, да, там необычные схемы такие. И тем не менее, речь идет уже многие годы о, такая фраза в СМИ появляется, о валютных войнах, то есть, да, экономика стремится каким-то образом девальвировать национальную валюту, создать преференции национальному производителю перед своими конкурентами. В данном случае опять мы вспоминаем Китай, и надо сказать о том, что Китай долгое время в пику американцам не дает юаню свободного плавания, пресловутого привязывания. Ну, сейчас они немножко все-таки революции. Ну, немножко, немножко, да, там, диапазончик этот они раздвигают. Но у них отношения в последний момент заметно, кстати, улучшились, просто в силу сжатия нескольких вот этого вот торгового дисбаланса. Отношения с американцами. Да, да. Вот, а смотрите, на самом деле валютные войны, если присмотреться, это войны против доллара в основном. А что теперь против него воевать, если он в долгосрочном растущем тренде находится? Но правда сейчас господин Бернанки заявил о том, что мы вот это вот к Юе там 2,5 проводим, расширяем операцию ВИСТ, и... Это давление на доллар все-таки, да? Это оказало давление на доллар, просто, знаете, там как бы есть два основания, по которым можно смотреть, что, примерно, с долларом будет происходить. Во-первых, это разница в ставках, арбитраж, вот этот вот керри-трейд, да, пресловутый. Во-вторых, это соотношение денежной базы в США, прежде всего, и в Европе. Потому что все остальное, так сказать, производное от этого. Соотношение денежной базы скорее играет против евро, потому что ЕЦБ играет гипотетически, потому что ЕЦБ грозится новыми своими операциями, да, по впроисковой ликвидности, но пока их не делает. И говорит, что он их будет там, будет их стерилизовать вдобавок. Но если мы посмотрим на прошлое, то увидим, что на самом деле ЕЦБ повысил денежную базу быстрее и мощнее, чем с какого-то момента, долго держались, потом раз, скакнули. Вот. Что касается США, то там практически плоская денежная база уже длительное время. Они больше не накачивают экономику бумажными, то, что называется, деньгами, и занимаются только ставками. Таким образом, соотношение баз денежных, оно скорее в то, чтобы евро подрастало. Прошу прощения, падало. А что касается же ставок, то ставки в Европе, это вообще удивительно, да, но поскольку там риски как бы выше, но есть Германия, она прежде всего воспринимается в качестве Европы, да. Но, понимаем, ставочки чуть повыше, чем в США на коротком конце только. Вот. Потому что на среднем и длинном конце кривой скорее нет, да. Но американцы грозят, что и ставки свои опустят еще ниже. И по соотношению ставок, наоборот, евро выигрывает у доллара. И вот эта ситуация, она приводит немножко в замешательство. Так же, как на фондовом рынке все смотрят, куда там дальше пойдет мимо вот этих уровней, да, гигантско-мощных там железобетон из китайского бетона и железа, да, и стали. То точно так же и на валютном рынке не очень, собственно говоря, понятно, что перевесят, да. Пока, пока доллар сохраняется в долгосрочном растущем тренде около его нижней границы на сегодня. Вот эти вот значения 29, вот это все там. Вот, но пока его вот долгосрочный тренд, он не нарушен. Если там провести две параллельные линии такие на графике, то мы видим, что он все еще вот в растущем тренде. Вот, но все в смятении, все в смятении в этом смысле, потому что действительно вот такие противоречащие друг другу факторы. И ведь смотрите, эти факторы сплошные заявления, сплошные обещания. Единственное, что мы знаем точно, что американцы будут понижать долгосрочные ставки дальше, везде, где только можно, но при этом не изменяют денежную базу. Вот он, баланс вот так вот колеблется. Один фактор относительно другого. Что касается юаня, все-таки еще один момент. Ну, разговоры досужие во многом, и тем не менее, юань мировая резервная валюта. Насколько это реально? Да, это, слушайте, ну вот вопрос игры слов, да. Величайшее заблуждение людей, которые недалеко в экономике, о том, что резервная валюта – это нечто юридическое установленное. Со времен конца Бреттон-Вудса введения вот этих плавающих валют ничего подобного нет. Значит, никакого специального указания на том, что сия валюта является резервной. С завтрашнего дня мы назначаем ее. Да, такую валюту резерв. Ничего подобного нет. Если рубль в резерве Казахстана, считайте рубль резервной валютой, Центрального банка Казахстана нет проблем. Да, уже он в составе резервов там находится. Если юань находится в составе чего-то резервов, чьих-то резервов там, пожалуйста. То, что американцы могут занимать в собственной валюте – это вопрос ликвидности рынка, прежде всего. И вопрос размеров экономики, естественно, как взаимосвязанные вещи. Понятно, что Китай на сегодня на подобные вещи претендовать не может. Все-таки, если рубль – это сырьевая валюта ярко выраженная, китайская валюта, она скорее сырьевая наоборот. Видите, они с кем заключают договор о свопах? В большинстве своем – это все-таки их сырьевые партнеры. Это Лат-Америка, Австралия и так далее. С соседними государствами они тоже заключают договор о валютных свопах, но там общий механизм Юго-Восточной Азии, который Корею тоже самое включает. Причем он такой очень аморфный достаточно. Они там друг другу обязались помогать, если что. Но там, если что, это не происходит. Да и в конце концов, зачем Южной Корее помогать Китаю или наоборот? Они каждый по-своему хороши. То есть они поставили себе целью сделать юань резервной валютой. Но дело в том, что это тот самый случай, когда можно объявить о том, что наша валюта резервная, поставить галочку, когда какой-нибудь Вьетнам будет иметь юань. Конвертируемый свободный юань. Ну, надо им это. Я думаю, что, знаете, они готовы в значительной степени к этому. Это все-таки ликвидная экономика, очень много денег в ней. Меньше, чем доллар, естественно, в несколько раз, но все равно это достаточно ликвидно. Я говорю, что ликвиднее рубля всяко там. Ну, это да. Ну, то есть, смотрите, если все же представить, что юань в свободном плавании, то есть он отвязывается жестко от доллара, да, и также становится, ну, как минимум, конвертируемой валютой. Это больше хорошо для Китая или плохо? Потому что понятно, что сразу возникнут проблемы с торговым балансом. Ну, для мировой экономики это хорошо, однозначно. Для мировой. Да, а эгоистические отношения Китая, да, к этому моменту, ну, наверное, не очень хорошо, потому что они все-таки привыкли контролировать ситуацию. Ну, да, вот таким образом они... Все-таки выход из-под контроля, но если цель политическая поставлена, сделать плавающим юань, там, они это сделают. По-моему, их речь шла о 15-м годе, если мне не изменяет память, вот, о том, чтобы юань плавал свободно. Да, ну, до 15-го года. Вообще, на 15-м годе много чего сходится, да, поэтому, если мы сейчас переживаем, вот, 21 декабря или какое там, или 12, 21 декабря. Да, 21 декабря. 21 декабря, ну, значит, следующая точка у нас в 15-м году. 15, да, много векторов туда, да, показывает. Хорошо. Я понял. Ну, что ж, не так много времени осталось, к сожалению, давайте мы будем заканчивать. Ну, два слова буквально, да, Николай, вот, о мировой экономике. В целом. Какая она, на ваш взгляд, сейчас? Неопределенность с высокими рисками. Неопределенность? Вот, неопределенность с высокими рисками, но и заметными улучшениями, улучшения, если так, суммировать и агрегировать относительно предкризисной ямы, наоборот, и, соответственно, предкризисных времен, вот, насколько восстановилось. То есть, ну, наверное, наполовину, на 60% по основным показателям, если брать США, прежде всего, чуть-чуть прикрыть глаза на Европу, да, то, наверное, вот где-то на 50-60% некий путь по восстановлению пройден. Но дисбалансы, породившие этот кризис, по-прежнему неисправлены. Самое печальное во всей этой истории, вот, самое печальное, самое глобальное, это то, что новый механизм роста, о котором ты еще раз говорил, да, он пока не просматривается. То есть, вот этот вот новый какой-то экономический цикл, он еще не стартовал. Мы по-прежнему находимся вот при кончине предыдущего цикла, при попытках найти из него выход, который пока не, ну, совсем туманный, скажем так. Понятно. Вот у меня, по-прежнему, ассоциация возникла, вы говорили, о 60%, да, восстановление против... Ну, это чисто по формальным вот этим графикам, если посмотреть продажи автомобилей, количество рабочих мест, вот эти вот такого рода графики. Я вспомнил один из популярнейших инструментов в техническом анализе, знаете, он на уровне коррекции Фибоначчи. Ну, да, любимое занятие. Да, да, ключевой уровень коррекции 61,8, это те самые 60%, которые... Ну, 60% вообще цифра красивая, спросите. Да, 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 согласен. Ну что ж, огромное спасибо. Напоминаю, сегодня в гостях Николай Кощеев, начальник аналитического отдела Департамента комплективного бизнеса Сбербанка. Мы говорили о мировой экономике. Еще раз раз благодарю, Николай, всего хорошего. Уважаемые слушатели, успехов на рынке, до свидания. До свидания.